Дорогие друзья, приветствую вас на телеграм-канале Воин с Историей. Сегодня к нам пришел человек, который производит детекторы дронов Амулет. Его зовут Павел. Здравствуйте, Павел. Приветствую. Ну, представьтесь, расскажите о себе и начнем. Да, меня зовут Павел. Так, как представится, да, компания Holding.AP, которая занимается производством и где-то продвижением российской продукции, которая сейчас идет и помогает где-то противодействовать и бороться с дронами, с беспилотными технологиями, где-то участвуем в разработках каких-то инновационных плат и прочих вещей. Ну, это основная задача. На сегодняшний момент хотелось бы представить как раз дрон-детектор Амулет. Полностью отечественная разработка, которая и мозгами, и самой производственной базой находится в городе Новосибирск, то есть в Академгородке. В общем, так. Для того, чтобы вам его более представить, может быть, его стоит достать. Мы сейчас его достаем обязательно. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о производстве, как это все работает и с чего вообще это все начиналось. Ну, смотрите, когда у нас стало все летать, конечно, появилась сама идея как-то это определять. Соответственно, внешний вид ее, это рация Bofeng. Все, кто хоть чуть-чуть в этой теме скажут, ну, это же просто рация. Нет, это просто корпус с батареями, не более того. То есть от рации там нет ничего. Изготавливать в России корпус, это, во-первых, очень дорого. Поэтому, ну, вот наши братья или как друзья китайцы, они вот помогают реализовать это. Для того, чтобы, ну, вот на данном этапе не заморачиваться с корпусом. Внутри полностью плата, она уже штампуется в России на заводе. То есть, ну, понятно, компоненты в основном, где-то на 70% это Китай, где-то процентов 10-15 американские, ну, и там по мелочи с разных. Есть даже какие-то там маленькие такие штучки, это именно российские. Но именно полностью производство самой платы, соответственно, программирование, соответственно, фильтрация, это тоже все делается в России нашими местными ребятами в Новосибирске. На сегодняшний момент есть антенна. То есть, если мы берем достаточно хорошую антенну плоскую производства Китая, то есть уже производство именно антенны, именно нашей, которая отвечает всем требованиям. По качеству работы, что это, что это, они не уступают друг другу, но это для прочности. Эта антенна очень быстро выходит у ребят из строя, ну, хрупкая. Соответственно, эта антенна позволяет служить дольше. Почему тогда вы ее не модернизируете еще более? Ну, то есть, не проще снять эту антенну и ходить только с одной? Конечно, это как запасная. А, это как запасная? Да, это как запасная. То есть, ну, вы просто накрутили именно эту, а я думал, что нет в комплекте. А нет, уже есть наша новая антенна. А вот это что? Это направленного действия, я так понимаю, антенна? Да, смотрите, функционал амулета, он не просто в дрон-детекции. То есть, если мы сегодня смотрим на это оборудование, то есть, я давайте накручу тогда антенну, та, которая есть. То есть, это, дрон-детекция, это одна из функций. То есть, частоты, которые сейчас сканируются от 400 до 6 тысяч, но мы все должны понимать, что дрон-детекция происходит по видеосигналу. У любого дрон-детектора. Самый низкий видеосигнал, это сейчас у Аутеля на 850. Ниже просто пока не существует. Соответственно, он это видит и определяет, как Аутель на 850. Появившиеся новые частоты там на 3.3, 4.9, они также автоматически появляются у нас. Ну, как автоматически? Путем доработок. Сейчас даже отдельный канал на 3.3 уже вшит. Это у вас версия 6200. Сейчас уже новая версия 6300. Она именно отличается только тем, что функционал такой же, но там появился уже дополнительный канал на 3.3. То есть, прошивка у него другая. Качество работы чуть-чуть другое, да. Соответственно, прошивки и на этот идут. Ну, постоянное усовершенствование никто не отменяет. Соответственно, сейчас и проход по всем частотам составляет всего полторы секунды. Соответственно, скорость работы оборудования, ну, относительно там трехмесячной давности, она уже лучше и лучше и лучше. То есть, те, кто приобрел, например, амулет там полгода назад, он выполняет свои функции, но, конечно, при желании лучше перепрошивать. Ударенной прошивки в данный момент ее нет, только делается в наших сервис-центрах, но сейчас разрабатывается модуль, который будет сюда вставляться и через Wi-Fi обновляться. Почему не встраиваем? Потому что это оборудование полностью, ну, нейтральное, назовем так, оно неактивное. То есть, здесь нет ни радиосигналов, и любые датчики, которые бы могли сделать его заметным для пеленгации, да, там, мы исключаем. Потому что любая ошибка человека, бойца, не выключил Wi-Fi модуль или, там, не выключил еще какой-нибудь модуль, там, Bluetooth, да, то есть, ну, это жизнь человека, в которую мы просто не встраиваем внутрь. Это позиция такая. То есть, все вот эти внешние доработки, они, конечно, идут, потому что, ну, научная база здесь. Помимо функции автоматической, да, то есть, которая кнопка у нас отвечает, включил громкость, настроил, все. Есть переход фильтрации в ручной режим, да, то есть, чем больше значение, тем больше мы задавливаем сигнал. Если ребята работают где-нибудь там в зоне, там, каких-нибудь высоковольтных проводов или в активной фазе, что, например, где-нибудь рэп, там, в полтора километра, он будет, конечно, создавать помехи для работы дрон-детектора за счет ручной, ручного задавливания, да, можно отрегулировать тот диапазон расстояния, который нужно для эффективной работы, да, там, и это тоже. Помимо этого, есть направленная антенна, которая позволяет, ну, ее можно использовать как просто направленную антенну и под порядка, там, 45 градусов в нужном диапазоне, да, то есть, оно будет именно выполнять функцию вместо этой антенны только направленную. Либо здесь встроенный есть, ну, можно переключиться на функцию пеллинг и спеллинговать именно вообще, то есть, это направленная антенна позволяет расстояние увеличить порядка в два раза, то есть, если эта антенна FPV где-то там 2,5-3 километра уже начинает цеплять, Mavic где-то полтора километра, то направленная там позволяет увеличить это расстояние в два раза. Функция пеллинг, она прям пеллингует помимо просто дронов, да, и все, что угодно, то есть, для штурмовиков зачищает там, просканировать посадочку, просканировать здание, ну, то есть, вот штука отличная. Мы ей даже иногда использовали ее для поиска упавших дронов, которые видеосигнал еще есть, а он уже упал, и вот устройство может даже в этом помогать, определять. В новой версии, которая уже вышла, есть внутри даже три прошивки, в которых установлена различная фильтрация, то есть, проблема в том, что при активном диапазоне помер, да, там типа город или прочее, да, там он реагирует на очень много различных, да, то есть, мы понимаем, вот этот весь шлейф сигналов, которые нужно отфильтровать так, чтобы не пропустить угрозу, да, там очень сложная задача именно перед нашими научными сотрудниками стоит, но они ее пока успешно справляются и улучшают вот этими. Поэтому есть самая там сложная, или не самая сложная, там третья прошивка, которая совсем задавливает, вторая стандартная, да, и первая, которая, ну, будет действительно очень чувствительная, которая позволит, ну, если они работают в полях, где нет помех, ну, более чувствительная, просто даст расстояние определения. Коротко так. Ну, вот данный прибор уже используется на LBS? Да, конечно. Какие отзывы? Отзывы положительные, есть... Отрицательных нету? Отрицательных? Да. Есть такой отзыв интересный, когда первых два, что ли, продали, вот самый, там, полтора года назад, нам сразу один вернули. Ну, вернули, скорее всего, не за то, что он не работает, а просто хотели посмотреть, что там внутри. Есть какие-то определенные, если мы берем, ну, такие жалобы на него, если взять, то вот до новых прошивок были жалобы о том, что довольно много, когда, ну, сигналов, которые плохо отфильтровывают, отфильтровывают, но когда научишь, научишь, ребят, и наша задача сейчас очень сильного выделять внимание, что, ребят, обязательно видеоинструкция, документация, вот этой штукой, ну, она, вот ей просто прочитайте разок, что, как она, и за счет этого вы даже в понимании, где вы работаете, вы уже можете отрегулировать, даже на старой прошивке, тот понятный диапазон, в котором вы и помеху на нужном расстоянии определите, и он не будет вам сильно пищать или пиликать в какие-то там, ну, такие, на сигналы, которые есть. Ну, и плюс определение самой помехи и реальной угрозы тоже есть. Те люди, кто начинают с ним работать, он, например, может словить диапазон, разок сказать, например, там, ну, какой-нибудь там 0,9 или 1,2 там FPV, но если при этом он не повторяет, то объясняя, уже обучая ребят, они понимают, что это не угроза, им не нужно сразу выискивать FPV. И когда происходят испытания на полигонах, они видят реальную историю, когда он, ну, просто не замолкает, когда есть реальная угроза, даже в двух километрах. Вот все различие. Научиться работать с ним, как, наверное, с любым дрон-детектором, но один из, как сказать, элементов успеха, сохранения и использования его, там, ну, именно, вот у ребят сейчас на передовой, либо на производственных предприятиях для определения, ну, какой-то угрозы. То есть я правильно понимаю, что вот эту регулировку нельзя никак модернизировать, чтобы, ну, вот этим не заниматься. Бывают такие моменты, когда ты, ну, у тебя нет времени на это. Ну, сейчас, с учетом новых прошивок, в автоматическом режиме он хорошо справляется. То есть уже фильтрация на хорошем уровне и настолько уже перепровергка сигнала идет, да, что он уже вот такого шлака, как назовем, да, или лишних таких лжепомех, ну, нет. То есть если он повторил два раза одно и то же, да, то есть это уже понимаем, что это реально уже есть. Ну, например, если я еду где-нибудь по новым территориям, он в машине лежит, как для тестов. То есть если я еду, я понимаю, у меня, говорит, Mavic, да, 2.4, например, Mavic, да, ну, DJI, Mavic 2.4, там, DJI, 2.4 DJI, 2.4 DJI. Я понимаю, что да, в зоне там полутори километров реально есть, то есть DJI, который, скорее всего, там очень много наблюдателей висит, но это нормально, да, там, но если я еду, например, где-нибудь платная дорога, на которой висят камеры, да, там, он может среагировать, он поймал сигнал, да, если он через удаленное, он, ну, я подъезжаю, он сказал, я отъезжаю, он сказал, и все, он после этого молчит, ну, я понимаю, что на что он отреагировал. На все остальное, на рыбу и прочее, он в основном реагирует, это просто пипик, это как перегруз, да, сигнал, что он видит что-то, но это не определение той нужной частоты начинает работать медленнее, здесь такой сейчас индикатор у нас, мы сделали так, что он мигает при каждом обходе цикла, то есть цикл полторы секунды, это стандартный, когда эфир засорен, можно наблюдать, иногда и происходит там 3, 4, 5 секунд, это прямо засорен эфир, когда может работать рэп или еще что-то. Потом обновляется. Ну, он постоянно, он постоянно же, сканирование идет каждый, то есть здесь он, конечно, когда очень много шума, ему нужна вот эта фильтрация, когда начинает работать, он, конечно, перепроверяет, перепроверяет, чтобы не создавать каких-то помех. Все, что сейчас из аналоговых по сравнению с китайским оборудованием, ну, и то, что существует на рынке, ну, при FPV-шках, при полном цикле, вот, ну, до 6000 МГц, то, ну, в среднем устройства работают 12-15 секунд, обходя цикл. То есть скорость работы амулета, ну, на данную минуту, как мы с вами общаемся, наилучшая. Ну, то есть это ноу-хау наших создателей, которые, когда это смогли сделать, были рады. Ну, вы говорите, что типа это ноу-хау, самое лучшее, там самое крутое. Окей. А если было испытание, когда рой FPV-дронов летел, его включали? Ну, рой это какое количество? 5-6 штук. Ну, 5-6 штук это было, здесь момент в том, что, что летит один, что летит рой, ну, если они на одинаковых частотах, например, по видео. разные разные ходят. здесь это, вот он будет говорить, их называть, это такая истеричная машина будет, которая говорит все подряд, иногда, когда Mavic, например, пару FPV и Outel висит, это незатыкающая штука, которая говорит, тут же и Outel, и тут же и DJI, и частоты, тут же там FPV. То есть он это все произносит? Да, он все это произносит. Но у него какая-то тоже перезагрузка происходит, я так понимаю, да? Или как он сразу? Нет, он голосовой, вот каждый он. А, каждый раз. Он прям, пока он держит сигнал, он обнимет. У него есть там через какое-то время там секундные перезагрузки, но это маленький диапазон. Но производство вообще большое? На сегодняшний момент мы в производительной мощности тысячу штук в месяц, но мощность уже подготовлена, к трем тысячам штук в месяц, поэтому мы в принципе, ну только зависит, наверное, от, даже не от скорости работы, потому что сами мощности есть, наверное, просто от количества закупаемых комплектующих, которые периодически поступают. Ну, то есть если на сегодняшний момент загрузить больше, чем на тысячу штук, то, наверное, будет около, наверное, месяца нужно будет на вот до заказа комплектации, чтобы нужное количество комплектующих пришло. А вы, ну такой вопрос, вы с Министерством обороны сотрудничаете? С Министерством обороны не сотрудничаем, то есть мы пока ведем свой путь именно в коммерческой связи, но есть у нас есть взаимодействие с определенными структурами, кто работают с нашей стороны, они это используют, они это опробированы, у нас есть несколько институтов, которые это уже, первый это был Новосибирский, который долго мучил нас, потому что никакой дрон не видел отели, они хотели, что как же вы так можете выйти на рынок, а у вас он не видит отели, но вот это было, ну получается, в 22-м году, в конце года. Потом вот недавно мы были на Воронежском полигоне, то есть там тоже есть заключение, прошел апробацию. То есть у вас сертификат? Сертификат есть, сертификат соответствия, конечно, уже получен, да, и это помимо сертификата соответствия, именно заявленных, мы еще и проходим, но определен, когда, ну не то, что просят, а когда появляется возможность и в нормальных условиях показать, ну, но, конечно, есть, наверное, задача, потому что мы показываем его везде, то есть и на сегодняшний момент, ну, если каких-то прям сверхъестественных прорывов не пройдет в беспилотных технологиях, то это уже готовая с данной прошивкой, с данной платой устройства для решения там, ну, 80% задач, связанные с угрозой на передовой, особенно для штурмовиков и те, кто должны обезопасить себя, ну, либо транспорт, который должен обезопасить от FPV-дрона, в первую очередь, ну, либо от сбросов. Еще вопрос, если идет штурмовая группа, допустим, 5 человек, на них один одет, допустим, TP5 капюшон, мы слышали, такой грузачок, он включенный у него, и включен детектор, что происходит? Ну, конечно, он будет детекцию перебивать, то есть, здесь, здесь именно сейчас синхронизация, работая с РЭБом, и наши рекомендации, да, то есть, работает дрон-детектор, то есть, есть определение, в идеале его выключили, работает РЭБ, отключили, включили дрон, то есть, от включения до начала этого проходит всего там, 3-4 секунды, то есть, ну, скорость от включения, если не гасить, ну, будут помехи и прочее, но, если в очень близком расстоянии от РЭБа, ну, скорее всего, он там пожгет, кое-какие там ему штуки, ну, может такое превратить. А вот еще такой вопрос, часто начал задавать, так как это ваш продукт, что бы вы хотели сами в нем изменить? Мы улучшаем сейчас, новая версия, которая уже в разработке, я думаю, ну, не хочется загадывать, что мы стремимся через полтора месяца, но через два, наверное, он уже будет в наличии, например, есть запросы, то есть, если штурмовые группы, которые идут, и для них наушник, позволяют, и либо громкость для них важна, потому что им некогда отвлекаться на, им не нужен дисплей, а он покрывает, да, там голосовым очень это. Но есть те группы, которым, например, все в связи, им нужна визуальная картина, и там, как бы, такие спецподразделения, то сейчас мы дополняем его, как второй вариант, экраном, на котором они могут видеть, да, а не только слышать, добавляем, по возможности, включение, вибрация, потому что, когда не будет звукового, то могут не заметить, нужно какое-то еще дополнительное, беззвучное, что такое? Вот это сделать, как кратце, знаете, здесь слышат наушники, у вас есть два наушника, на шлеме, и у вас есть кнопка специальная, ПТТ называют, к ней подсоединяешь, и слышишь все, что происходит, либо к наушникам. Не, но здесь есть выход, который позволяет, да, есть выход, который есть, и у нас наушник в комплекте идет, можно, но некоторые, вот, не, наушник, наушник в комплекте, ну, это он такой, бытовой, да, именно, вот именно, чтобы к шлему подсоединялся, с наушниками. Но по разъему, да, надо посмотреть, то есть, ну, как бы, у нас выход есть, то есть, без проблем, надо смотреть, если соединяющий провод, возможно, так и делают, ребята, если честно, не сталкиваются. когда штурмуешь ночью, особенно, там, какие-нибудь спецгруппы, да, идут, там, ДРГ и так далее, то есть, нужно соблюдать полнейшую тишину, и, если это будет пищать или светиться, естественно, там сразу мясо будет, ну, поэтому, это надо модернизировать, выход есть, почему экрана нет изначально, потому что, действительно, проблема визуального его, ну, мергания, понятно, что экран будет с затемнением, с увеличением, то есть, эта функция, она будет, но это как раз, решая различные задачи, то есть, первоначально она была без экрана, потому что, именно был запрос, и понимание, что, когда выход под наушник есть, звуковая, ну, если не наушник, то она такая есть, для того, чтобы именно оповещать, как оповещение. Ну, вот, воющая сторона, да, которая против нас, они же тоже, наверное, используют детекторы дронов, наверняка, сталкивались вообще, с какими они работают, не было какой-то обратной связи, не полученные, хорошие, да, я вам надо узнать об этом, потому что, когда происходит бой, и кто-то погибает, и у кого оказывается детектор, там, рация, они, естественно, забирают, так же, как и мы, и каждый, там, шифровку исследует, радиоперехват, то же самое, как бы, да, они посмотрели, ага, вот амулет, и смотрят, и потом выходят, а кто такой, вот, Павел, а он создал амулет, ну, понимаете, да, о чем я говорю, поэтому, в этом плане, как бы, это все надо модернизировать, и, я думаю, вам надо, что-то достать с той стороны, у парней, которые, там, сейчас находятся, с нашей, да, стороны, надо попросить, чтобы они, чтобы достали с той стороны такое, и тогда вы немножко откроете картину, как у них это работает, потому что они на нас, ну, на шагов 10 дальше, и если мы будем просто создавать какой-то аналог чего-то, то мы ни к чему не придем, это просто коммерция, а если мы будем создавать тот продукт, который будет не только продаваться, а им будут радоваться, говорить, что да, вот это классно, это моя жизнь, да, это другая история, вот, поэтому, ну, я немножко такой человек, я не про коммерцию, а именно про создание прибора, который действительно будет работать. Ну, направление мысли, оно такое же, потому что мы не создаем, что должно продаваться, мы создаем то, что идет запрос от наших ребят, ну, от военных, то есть, как только мы получили о том, что, закрыв работу, ну, со штурмовиками, и получили несколько запросов по поводу визуального наблюдения, потому что, ну, нет возможности, например, все в связи, два наушников, то есть, один, например, у них идет группа, один наблюдает, он визуально, и он сопровождает ее, то есть, он говорит, нам нужен визуальный контакт, и у меня сейчас, например, запрос от наших подразделений, то есть, например, там, 200 таких заказывают, они говорят, с экраном уже можем заказывать, я говорю, через два месяца, он говорит, давай, сразу сотню с экраном, то есть, они, это для одних ребят, с экраном у них там, для других, также был запрос, например, встроенный сделать спектр анализатор но такой чтобы не простой спектр анализатора вот те кто соображает можно то есть сейчас в разработке я думаю может быть месяца через четыре он будет побольше с хорошим экраном но это уже для специалистов понятно что для парней кто да будет версия которую уже можно например в опорнике с направленной антенны поставил у тебя помимо детекции с фильтрации простого у тебя еще и спектр анализатора и не нужно там увешиваться кучами устройств да там для того чтобы все это объединить в новом но в одной какая-то голове то есть поэтому мы в принципе не идем знаете через хайп пиар да там то есть у нас если там забить в интернете то ну это только те кто но в магазинах там в интернет продают уже где-то то есть мы идем через то что это действительно вещь должна работать и действительно решать задач если она не работает не решает задачу но у меня бы даже например совести бы не хватило это продавать . нету задачи просто заработать для вас это что но для меня это возможность спастись вот штурмовикам это в пиве дрона реальной возможности мой знакомый начальник рыба пару недель назад лежа и крича что и в пиве но он спас ему реально жизнь до в его машине то есть для меня вот это важно там а то что он помогает работать поэтому наверное больше не надо какой-то суть давайте начнем с данного прибора оба прибор называется осель ставим рядом можете сказать чем ваш прибор лучше этого но я не люблю как бы вот вы просто засирать других это не про засирать это не что плюс и минусы мы же должны понять действительность работающего прибора вашего и как работать осель допустим вот хотелось бы понимание плюс и минусы как как-то вообще да ну во первых дополнительной комплектации то есть осель выполняет функцию только только дрон детекции нету никакого ручной фильтрации нету подавления нету функции пеленга да там но если заглянуть внутрь и таких устройств то мы увидим что скорее всего это простые банальные видео приемники но не более того соответственно скорость его работы она сто процентов если производителя селя хочет ну или как бы в этом плане может сказать что нет у них там тоже полторы секунды да там но тогда они молодцы то есть значит я чего-то не знаю но как как я и говорил да там 12-15 секунд если используют определение в пиведрона но быстрее быстрее устройств те которые базируются на китайской сборке да там но их нет их просто пока нет поэтому я не знаю что это за антенна да то есть вот если взять да они похожи вот я поэтому я не знаю что внутри не могу утверждать что но все что китайский рынок предлагал нам это вот одна из лучших антенн по чувствительности плохая по сохранности то есть здесь это именно наша реализована насколько здесь реализована там есть какой-то у них показатель да по всем частотам насколько но не знаю вот у вас или не тестировали задачи именно опередить дрон-детектор и те которые есть ее так таковой нету есть создать в первую очередь устройство которое будет работать но если осель и мои данные совпадают что он собирается в китае ну как бы здесь отставание у китайцев уже есть уже есть уже есть ну едем дальше ну как бы булат 4 булат 4 да то же самое хотелось бы услышать ваше мнение ну я всегда смотрел на булату да сель ну явно видно что либо корпус одинаковые либо внутренка тоже одинаковая на то есть но хотя у булата в отличие от осель я вижу две антенны да там но и функционально там ну как бы включение отличие дисплеем да там видите у нас нет дисплея то же самое функции пилинга нету нет ручного и скорость работы устройства булат 3 как-то мы тестировали на своем полигоне с самолетом но это был третий вот здесь ну как бы могу да то есть тогда просто было и большое отставание что они вообще и в пиве не видели там дрона потому что и в пиве модуль он очень сложный да и с ним очень много мучились наши научные там сотрудники сейчас если они эту задачу решили ну хорошо то есть если нет но но плохо что если он так же хорошо в одном устройстве без всяких дополнительных модулей решает единственное непонятно и безопасность устройства то есть если у них вай фай модуль встроен то как они решают безопасность людей чтобы они не стали целью если у них строим bluetooth модуль да там и соединение с часами как они решили эту задачу даже то есть заявляя о том что это и так безопасно потому что там нужно там чуть ли не там какой-то сканер но для меня любой шанс дать возможность быть замеченным это опасность поэтому наша позиция вот не на не наращивать туда делать если и делать то только внешние модули которые физически втыкаются ну и не у не убрав его ты ну как бы не пойдешь с ним там работать он будет болтаться поэтому ты хоть как физически его удаляешь ну вот как-то так ну давайте тогда подытожим давайте чем ваш прибор отличается от оселя и было то от них давайте подытожим первое это полностью российская разработка и сборка и платы то есть это вот точно чем отличается возможно программное обеспечение которое стоит внутри она у всех российского возможно нет ну не знаю внутренне где это все дело просто русский написано по-русски но значит скорее всего делает россии второе ручное ручной функция фильтрации да там назовем ее таким образом который не зоны функция пилинг которая встроенный позволяет с антенной мастерок ну как бы эту функцию использовать наличие трех сразу прошивок с разной фильтрации то есть точно еще не реализовано нигде есть обновление прошивок знаю но именно о том что можно в зависимости от нахождения в той или иной зоне просто простым переключением функции на там это сделать ну наверное ну не знаю батарейка да у нас есть тип си быстрая зарядка есть база для зарядки батарейка 3800 хватает 7-8 часов допис прерывной работы во включенном отношении зарядка вот через тип си до часу зарядка через базовую станцию долгое часа три-четыре хорошо это все мне кажется все может что-то конечно забыл но не знаю антенны я тоже не знаю у нас ну смотри здесь как бы вопрос ты сейчас полез в математику да там если у нас менее зала то я бы здесь был бы всегда бы осторожен потому что но основное что скрывают ученые даже я об этом не могу мне задавали вопрос на армии на там расскажите как он работает математику типа ну я говорю но вот это и есть та секретность продвижения ноу-хау в которой даже я не знаю и инженер да и основной изобретатель кто никогда не будет публичным да но его мозги они вот переселись сюда конечно все зависит как раз от математики ему всегда было интересно он периодически просит покупать ему вот устройство которое было то цель ну какие-то выходят мы мы покупаем отправляем уных там разбирает смотрит да там и как бы понимает что мало ли вдруг они что-то нашли то чего они не догадались и нам нужно об этом подумать но вот поэтому я вот-вот в такое вот что диагностику частот я бы не лез потому что здесь мы можем быть как со стороны не знаю что здесь как да и как реализовано как бы здесь но вот этот хайп который ребята делали особенно булатовцы да простит меня аудитория кто или там сами производители когда мы от частот от трех трехсот у нас там сканирует это но мы просто с этим боролись ну да у нас идет конечно 400 но на 800 ниже 850 но нету видеосигнала и ребята которые вояки когда мне доказывают что да ты понимаешь у нас дроны летят и на 300 уже ягод так он не ловит управление то есть он не сможет он тогда будет орать постоянно у нас на дроне висит только видеопередатчик все остальное управление там уже сейчас за 30 километров и вы реально если и словите но за 100 метров если что-то прерывистый сигнал но это нереально с ним работать поэтому хайп да ну можно от трехсотом мы этот хайп не поддерживали но да сканирование идет от четырехсот если сейчас появится какой-то там дочь от четырехсот в шести тысяч любой диапазон одним только по прошивкой мы уже решим эту задачу то есть это да это сделано на всякий случай с запасом да но реально любого там при функции пилинг она заточена от 850 там до 1700 это первый диапазон ну там по-другому чуть работы то есть ниже нет смысла то есть ну загрузить оборудование диагностикой а именно функции пилинг ниже 850 но никакой нету задачи надо про перепрошили да будет ну то есть как у них тоже как у была то серийник есть но они вообще как для продажи как использоваться будет не как в тремейсе что потом звонят ческому псб и при этом еще очень нет такого не будет у нас это оборудование нового во первых сделано в россии имеет сертификаты имеет серийные номера мы со всеми партнерами просим их ну понятно контролировать жестко не можем потому что но все-таки не имеет такого только боевого назначения да то есть лицензии фсб к этому не требует да там она имеет такого двойного назначения как и в промзоне до определения да там каких-то летательных аппаратов но так как и слова идет конечно но в первую очередь идет туда что в чем проблема вот когда люди говорят что вот мы знаем ваш серийник там туда-сюда в чем проблема то что я купил прибор и кому-то его перепродал здесь весь вопрос здесь весь вопрос чтобы он не ушел к врагам слушать если очень захотеть не очень захотеть на можно купить и по у вас по одной цене а продать по другой цене и отдать врагам все это все это возможно но мы все-таки боремся мы все это вашу позицию мы все-таки как бы боремся за осознанное общество до в котором хоть как вот знаете как налоговая же просит вот ты нашел себе поставщика ты должен заказать отчет сделать в те возможные действия в котором ты проверить что он молодец налогоплательщик правильный здесь примерно позиция такая же о том что если об этом не говорить что как бы деньги деньгами да но ребята это все-таки оборудование для нашей страны поэтому те партнеры кто у нас покупают оборудование ну мы проговариваем такое мы понятно не можем обязать или отследить до конца но есть серийные номера есть понимание о том что какая прошивка по ним на первое видно да то есть потому что где то есть там наклеечки отличаются есть сек ну как бы как это пломбочка на вскрытие до что там если вскрыли там что мы тогда нанесем а вот еще отличие одно вспомнила отличие от всего что здесь представлено мы даем гарантию 12 месяцев то есть это гарантийный талон если но как бы надо с продажей это то есть и соответственно мы берем сервис на обслуживании то есть любая история что с ним случилось если даже он там пострадал мы пришли вот есть но вот не знаю осколочный какой-то это перестал работать мы берем спокойно на сервис на обслуживании если это там дополнительно требовало каких-то затрат мы просто выставляем пример счет дата мы у наших производителей насколько эти делают ребята например которые рядом стоящие не знаю но буквально сегодня или вчера видел такую бумажку от какого-то продавца булата там написано срок гарантийный срок 90 дней ну то есть как бы это та бумажка которую я лично видел сам глазами ну вот наверно одно из преимуществ которые вы спрашивали что мы за это несем полную ответственность но это же устройство мы все понимаем что но может где-то хоть моего и проверяем она проходит стиль но может по каким-то причинам быть нерабочим или какой-то элемент был очень слабый очень быстро перестал работать понятно что когда возле раба его поставить включить и сжечь но мы вскрываем гам ребят но использование было к сожалению это не туда но если мы понимаем что это как бы элемент который технического устройства и мы берем свои обязательства мы все технические данные которые в нем представлены вы за них отвечаете все что сломано ударе на это уже ну понятно что здесь но в то же время вы можете как любой там телевизор бытовую технику ты сломал принес сервисный центр но твоя причина вот тебе ценник мы готовы отремонтировать не нужно там выкидывать покупали его можно отремонтировать это гораздо наверняка будет дешевле то есть если это там потребуется но вот для то вот несколько но я думаю что около наверно двух двух с половиной тысяч устройств уже в работе либо где-то там в продаже лежит то вот таких вот претензий каких-то вещей не рабочие на то есть но в основном это было вот сломанная антенна которая быстро ломается но здесь к сожалению мы давали решение как выносной проводок и антенна не сюда вставлялась но в чехол но на сегодняшний момент изобретать эту антенну на то есть более прочную как бы но это конечно не гарантийный случай был по антенне всегда докупить можно комплектующие батареи и антенны то есть все что там вот такие вещи которые действительно как расходный материал ну вот возврата такого чтобы именно техническое был один на один раз когда ну что то да вот мы так и не поняли мы отдали не год но видимо да просто заменили человеку и все а вот такой вопрос по поводу сами вообще участвовать гуманитарной миссии да конечно постоянно как это у вас происходит чем вообще помогаете но 8 все что нужно да ну например прошлом декабре просто ребята едут к этому нас едет газель в москве да и хоть чё-нибудь хоть чё-нибудь хоть гарпи хоть ничего нету все понимаем что поставки будут в январе не вот просто хоть ну чё мы бежим гарбушка все что возможно там миллиона на 3-4 покупаем за супер дорогие цены потому что в этот момент конечно у нас же люди думают и о том что у нас спрос растет цены растут но что делать грузим на 3-4 миллиона просто безвозмездно да без каких-либо я даже свое время вот смотрю там на фоне благодарственные письма частно потихонечку они появляются но даже не было такой задачи но мы помогали вот таким способом ну да как вот 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 да про это то есть начал просить я гонова как бы давайте последняя миссия вот недавно приехали были в херсонском направлении и в курскому это была гуманитарная миссия для по гражданской линии да то есть это да для мирных это было несколько форм совместно с благотворительным одним фондом на то есть как бы но конкретно ну там участвуешь просто деньгами и сопровождаешь соответственно помогаешь там и как бы как сказать в храм привозили до одну то фуру и просто для в курск для ребят которые в этих местах ну кто беженцы до называются нос территории которые при этих то есть такие спальники и кровати и подушки и одеяла вы не точно возите вы просто всем здесь различные миссии то есть есть точечные там по запросу и там но больше денег конечно потрачено туда то есть когда вот прям ну надо ну да постоянная очень на технике довольно много просто эти дайте надо понимаете так но мы мы так мы даем тем кому помогаем и не бесконечны наши силы но если в общем сказать что моя компания я как бы не не надумывая да то есть если мы более 12 миллионов рублей в общее только моя компания это гуманитарная помощь к но она сборная то есть есть и это есть вообще на данный момент времени вы можете выделить сколько-то детекторов для определенных подразделений я их лично если с обучением то конечно это мы выделим ну естественно то есть ну я же тоже езжу езжу даже месяц сколько вы за месяц два раза съездить в общем в общем это самое я езжу и ребята там булаты просят осели там естественно понятно ну давайте вот как идея возьмем там два-три амулета без вопросов от вас и я прямо от вас это отвезу и как бы ребятам все покажу и они дадут обратную связь вообще с удовольствием вы это можете потом себе где-то выставлять и гордиться этим я считаю вообще я даже за правдивую оценку но единственное чтобы их научить потому что когда отдаешь например высокопоставленным ребятам они готовы я дали на испытание не ну не там реально на испытание но он просто записывает видео как он включает кнопку вот эту да там боец все мы все мы запустили дрона смотреть включили все так что-то и начинает вот это сейчас мы по громкость и когда-то на это видео смотришь и думаешь ну и просил же видео отправлял и письменно я говорю может мне там дайте научу ну то есть ты понимаешь что это не испытание то есть ну как бы хотя бы инструкцию но это две разные кнопки честно скажу свое мнение я с ним не сталкивался но есть моменты которые надо проработать в плане удобности то есть вот видите мне надо крутить эту кнопку допустим я бы сказал не хочу и может нет вот автоматически есть автоматический жим а это лучше тогда не трогать вот вот в этом и когда возникает момент когда надо вот эти вы говорили волны ниже сделать до чтобы диапазон меньше стал вот это уже как бы неудобно я считаю что это надо проработать чтобы это было на автомате а как здесь как на автомате сейчас работает фильтрация довольно хорошо сказать я так могу я не знаю реально это реализовать просто хотелось бы понять вы можете это сделать или нет то есть это можно модернизировать дальше в прошивке которая последняя это модернизированном виде хорошей фильтрации то есть сейчас потребности в ручной до как правило, ее нет. Редкий случай. Редкий случай, да. Она единственное сейчас используется, когда функцию пеллинг включаешь, и тебе нужен диапазон определенный, ты там 1, 2, 3, 4, она позволяет тебе выстроить диапазон. Притом еще отвечает за кое-какие там комбинации клавиш для, например, включения, переключения прошивок и прочих вещей. То есть на данном этапе, да, то есть фильтрация настолько сделана в последних прошивках, ну, очень хорошо, что автоматического режима достаточно, да, то есть без выдумывания каких-то вещей, не усложняя там жизнь. Но если люди, как бы, хотят дальше улучшать или разбираться в нем, то, ну, как бы, есть возможность. Ну, сейчас, да, вот она больше отвечает уже за большую функциональную историю. Мне это надо, чтобы ваш прибор зарекомендовал себя. Ну, мы стараемся. Вот вы мне теперь ответили на вопрос. Вот у вас прибор, да, детектор громов амулет. Как мне его продать? Посоветуйте, пожалуйста. Как его продать? Вот я как продавец, да. Рассказать, что он есть такой? Ну, как мне его продать? Рассказать те технические характеристики, которые вы мне рассказали, или это рассказать намного проще? Ну, здесь основные есть ценности. Например, первое. Все известные видеочастоты он определяет. Ну, то есть вопрос в том, что вот у меня стоят три устройства, и приходит ко мне вояка и говорит, братан, о, булат, о, ассель, а это что, я говорю, амулет. Я буду говорить, он лучше, чем вот эти все приборы. Как мне ему доказать, что он лучше? То есть, если он с этим работал, с этим работал, а с этим не работал? Как мне ему доказать, что он лучше? Лично ваше мнение. Ну, лично мое, это всегда, если он с этим работал, лучше это практика, да. То есть, когда в практику пришел... Мне нужно заплатить 100 тысяч, отдать ему этот ПВ, сказать, практикуйся. если не понравится я верну тебе 100 тысяч рублей поэтому я вам сказал если вы можете выделить приборы давайте их выделим для того чтобы ваш прибор вливался в зону специальной военной операции это для этого делается потому что вот эти приборы они все зарекомендовали на все про них знают а про амулет кто такому лет никто не знает ну я просто как есть говорю да я понял да и поэтому я вам предложил это сделать чтобы его начать мне продавать и чтобы вы там заработали денег не знаю отправили деньги на и с его там мне надо понять как это работает чтобы это понять как работа на отвести к своим ребятам чтобы не сказали андрю вот это работает вот это полная я не осуждаю не оселью не было не ваш просто говорю свое мнение потому что я видел как этот прибор работает видео какая-то работа это не видел я живу я тоже я только за ягру при одних условиях чтобы это не было но это было подконтрольно и действительно объяснено дать своего человека который сына съедет но это только я я путешественник тоже поедем вместе на всякий все давайте я буквально завтра уже выезжаю с утра донецкое направление сейчас в курске очень тяжело ну вот я вернулся когда в пятницу в курске так помимо всего того что вы делаете чем вы еще занимаетесь какие-то увлечения хобби может быть не знаю учитесь моей личной но я же это предприниматель для производителя мою мое лучшее хобби это бизнес и сейчас самое главное что находя мозги в россии я максимально помогаю им реализоваться то есть вообще цель моего холдинга она звучит как технологический суверенитет россии то есть полная отвязка от зависимости от других стран потому что ну очень много технологий да там в америке в канаде в китае до собрана и когда манипуляция санкциями может привести к нас ну к у нас ничего нету да у нас ничего нету то есть поэтому но вот пример амулета я как могу да именно помогаю реализовать его и довести то есть именно на профессиональном уровне то есть как бы хотелось бы работать не с хайпом хотелось бы работать но с профессиональным уровнем и действительно практическое фактическое место занять есть например в комплектации наших ребят уже полноценных через Министерство обороны, не как бы с учетом того, что что-то сказали, а действительно через практику, работу и как бы такого доверия. То есть, эта тема не про бизнес? Ну, она не может, мы же не можем без денег построить производство. Ну, понятно, что это ресурс, я имею в виду. Но эта тема для вас не про бизнес? Ну, в первую очередь, нет. Но во втором месте, да, деньги. Также у нас есть и рэп, который мы там собираем в России. Что за рэп? Рэп-люстра, рэп-рюкзак-щит так называемый, то есть, ну, полная комплектация штурмовиков. Тоже опробировано уже в первую очередь там. Боремся сейчас с пониманием вообще, нужен ли он в интернете, да. Есть чуть-чуть его представлены через свои, ну, наверное, да, все-таки о нем рассказать нужно. Плюс сейчас идет подготовка производственной площадки, уже чтобы мы генераторы 100-ваттные по мер делали уже в России. То есть, мы уже готовы. То есть, так же, как и в амулете. Ну, то есть, это другое там направление. Но тоже будет полностью сборка именно идти в Россию. Понятно, что мелкие вот эти запчастюльки очень много и будет идти из Китая. Ну, тоже будем смотреть, может быть, подключать институты к разработке каких-то вещей, чтобы тоже было в России. Потому что на сегодняшний момент можно уже 150-ваттные генераторы собирать, да, чтобы они были очень мощные. Но там много проблем там с питанием, да, с безопасностью, воздействием вот этого СВЧ-излучения, ну, вот этих всех вещей. Поэтому максимально, чтобы было безопасно, ну, вот. Г-плюстра, в первую очередь, транспорт, да, который закрывает и помогает вот штурмовикам. То есть мы, как бы, взяли определенную зону, да, то, что вот связано с FPV-дронами, да, ну, вот потихонечку туда и... А, то есть это одно и то же, как производство с амулетом где-то или это как? Нет, отдельные, разные мозги, которые вкладывают это. Ну, то есть по РЭБу производства прям такого нету? Ну, сколько там? 400 штук в месяц. Ну, понял. Хорошая, хорошая, так сказать, производство. Ну, такое нормальное. Ну, мы просто были на испытаниях, тут на одних там нас фосфоршники позвали, собрали там, ребят, там был производитель какого-то РЭБа, тоже искусник в России. Ему же задают вопрос, ну, так как некоторые госкооперации хотят поддерживать финансово, ну, им нужны, например, тысячи штук, да, и задают вопрос, сколько в месяц можете вы сделать? Он говорит, ну, 20 штук могу. То есть они говорят, ну, как бы, ну, это гараж, да, это сборка. У нас технологичная производственная история, да, то есть это корпуса в России делаются, все, единственное, что магниты пока покупаются, несобираемых, да, там сами, которые крепятся. Ну, корпус полностью собирается здесь, там все болты, там и прочие, провода, пульты, ну, то есть все именно вот российское, все оплетки, то есть все российское. Единственное, что раньше дорабатывали генераторы помех китайские, да, ну, сейчас тоже переходим на собственную сборку. Антенны все свои сделаны. Сами производятся, спаиваются именно цилиндрические антенны, которые раньше эти были диполи китайские, но от них ушли, эффективность лучше, то есть уже то, ну, то есть все производится, ну, как бы на 80% это именно, это все производится нами. То есть даже станки, которые сейчас будут печатать платы, ну, то есть ручная доработка уже эти, ну, устройства с паяльниками для ребят, они уже есть, закомплектованы со всеми приборами, а уже вот сейчас штамповка именно плат, уже тоже закуплены станки, там идет настройка, ну, то есть это прям производство. Ну, вы заметьте, вы про рыбы прям так впечатлительно разговариваете, вам прям, по-моему, больше это нравится. Просто с ними, это такая серия, когда ты делаешь, везешь туда ребятам, я понимаю, ты толкаешься. Делаешь, везешь ему, и мы, вот как бы, когда ты с ними проходишь, и когда он, все, вот это можно там, вот это можно уже производить. И мы это производим, они попадают уже в заявки, да, там, по их каналам. То есть это то, ну, как бы ты понимаешь, за что ты не можешь вести ответственность. То же самое за AMOLED. Я не продаю, и не могу себе позволить продавать, запросы же много идут, на устройства различного, но если я не знаю устройства, да, там, или не доверяю, или я знаю, что есть обратная связь от моих знакомых, когда какое-то устройство не доработало, я его просто не продаю. Хотя оно какие-то задачи может решать. Я не беру на себя ответственность, да, поэтому есть вот мой путь. То есть технологический сференитет в России, то есть то, что можно производить в России, чем я могу ему помочь, пусть это будет там 2, 3, 5, 10 устройств. Ну, окей. Сейчас такая же история идет с производителями промышленных дронов. Например, перевозка 120 килограмм, 8 моторов, да, там, и все делается в России, да, то есть ребята 4 года назад его изобрели, там, с человеком, даже сами летали на нем. Я говорю, почему вас до сих пор не забрали? Они сидят в институте. Он говорит, да мы сами, меня там, вы бы знали, там, жена чуть не выглазит дома, они потратили на его сборку 4 миллиона рублей, потому что тестировали, он падал, и они, я говорю, а вы можете это продавать? Мы можем в масштабном, да? Он говорит, ну, можно, если деньги будут? Ну, вот, если деньги будут, ну, вот, здесь включаешь уже я. то есть им нужен спонсор, который сможет. Ну, тот человек, который может это начать продавать, да, выводить на рынок. А у меня запросы уже, там, год назад есть, дайте дроны по перевозке грузов. Не то, что на СВО, даже не про это. В горах, полотистая местность, просто для снабжения людей в это, то есть, ну, как бы, не уберяя даже сельхозхозяйственную историю, ну, и понятно, для перевозки грузов, например, на СВО, представьте, там, делать снабжение 120 килограмм, при том, без вопросов, можно сажать и на оптику управления, то есть, можно без, до того, что его могут угнать, да, то есть, например, там, на 15 километров отправил на оптике, ну, да, ну, что-то 120 килограмм можешь перевести, или даже человека, ну, человек там, другие, то есть, я переживаю за это, не дай бог, что-нибудь случится с техникой, ну, там, безопасность, но, вот эти разработки, когда я встречаю, то есть, если я могу, моих сил хватает, хватает каких-то сообществ, может быть, где-то выбить поддержку государства, но хотя мы не идем через государственную поддержку, это мы как бы уже, как потом, да, если получается выйти на уровень, ну, дай бог, но идем тем путем, что независимо через коммерческую составляющую, поэтому мы это продаем за деньги, там есть маржа, которая позволяет нам это развивать. Я понял. Чуть отошли, да, мы от темы, давайте, наверное, с амулетом закончим, я вам задам крайний вопрос, что для вас родина? Для меня родина, это, в первую очередь, страна, в которой может мои дети, мои родственники, вообще люди, жить в безопасности, это то, за что мы готовы встать на защиту, ну, мужского населения, и то, за что с удовольствием хотелось бы гордиться. Ну, вот, наверное, все это то, что сейчас я, во-первых, сам являюсь активным деятелем, да, там, в России, передаю это своим детям, ну, и максимально влияем, наверное, на это и на всех людей. Ну, это я, как бы, еще скажу, чем мы еще занимаемся, у меня еще есть и образовательный проект, который как раз лежит на базе того же технологического суверенитета, мы внедряем не просто какой-то там патриотизм, мы не работаем с этим, как это, но подоплека понимания правильной информации и системы образования, сохранение культурного нашего российского русского кода, да, который... Это и есть патриотизм. Ну, патриотизм, он, как бы, находится, это определенное, как это, одно из, то есть, в нашей системе образования зашиты западные стандарты, это больше угроза, чем, если они не готовы, но вот мы боремся или меняем структуру через вот там, то есть, там есть методологи, есть философы, есть люди, которые больше, чем я, понимают, что такое русский культурный, ну, не культурный, а русский код, и где нас лет 30 назад подловили и как-то это внедрили. Ну, вот, вот. Ну, а что вы говорите своим детям про родину, про ИСОО? Я им не говорю, я пример показываю. Просто пример показываю? Ну, они же видят, они снастись. Ну, а кто-то из них сказал, что хотел бы быть таким, как папа, или там, таким, как Владимир Владимирович Путин, или нет. Было такое? Ну, я надеюсь, что они, когда вырастут и будут действительно но именно поддерживая интерес к тому, чем занимаюсь, участвуя, помогая даже в каких-то бизнес-процессах или, ну, и само их понимание меня радует. Дорогие друзья, с вами был Павел, производитель детекторов дронов Амулет. Ну, я, Андрей Воин с Историей. Желаю вам только всего хорошего. Любите свою семью, гордитесь тем, что вы рождены в России, помогайте ребятам на СВО, не забывайте про то, что там сейчас есть парни, которые сидят в холоде в окопах, и мы здесь, чтобы сделать так, чтобы им там было лучше. Победа будет за нами. Все, и были мы еще. Спасибо. Спасибо.